привет всем дорогие друзья с вами я евгений бабанов и это новый проект зона отчуждения где с моей команды будем ездить по разным интересным заброшенным местам скорее всего они не будут настолько мистическими как это бывает в другом мире но тем не менее они интересны по своему и сегодня мы отправились в заброшенный форт серая лошадь во время великой отечественной войны батарея держала оборона арененбанского плацдарма разоружена батарея в связи с ликвидацией кронштадтской крепости 1950 году так ребят ну мы короче вроде как прошли через охрану если это была охрана они просто какой-то местный житель в чем я собственно сомневаюсь сейчас идем по лесной дороге здесь много следов возможно конечно это ходит охранник либо просто люди это обычное туристическое место я не знаю такой информации просто не обладаю да но мы ищем не людей мы ищем паранормальное явление по факту сегодня с нами моя девушка анастасия и зонт он же дмитрий всем привет меня зовут настя я редактор и предвьюмейкер канала евгений бабанов а это я дмитрий ровенских я здесь совершенно случайно обещали будет весело надеюсь вам понравится видео сейчас полная тишина очень подозрительно меня такое впечатление что меня решили пранкануть серьезно я поднимался наверх там уже были следы чьи-то сегодня там кто-то точно был я был там ботинки на стеллаже лежат вот эта штука держится посмотри на кирпича конца всех сторон нас пытается извини нет есть только зонт он внизу графитовые стержни но все-таки в ядерной шахте так ребят ну вот у нас в общем первая заброшка еще на пути попадается такая в которую можно спокойно зайти сейчас ребята делают приготовление включают камеры роман зевает хотя звук-то пишет конечно вы сегодня в трое будете снимать а я буду ходить красивые искать неприятности на звуку если что у меня нет от поэтому я готов к себе отлично сегодня у нас большая такая экспедиция можно сказать достаточно такое атмосферное место вот там еще какое-то здание а это роман скрытий сейчас обойдем вокруг здания через окно я не хочу лезть но по ходу другого варианта у меня нету тут какой-то федор наверное обитает юмор еще за красный свет короче странник я тебя спас и благородство играть не буду понял мой юный друг можно войти сделать для меня одно делится и гуляй себе спокойно согласен говори задание значит слушание внимательно сейчас идешь на этой территории находишь всю нечесть которая здесь водится безжалостно и истребляешь приносишь мне артефакты добытых них хабар делим пополам нечисть уже к нам а подожди стой забавно пиво есть не завезли мать заходи завтра молоко свежее будет нормально с огурцами до после пива сама то будет остерегайся ежей хорошо как скажешь я чуть не это не того самого а я думал это окно это железка блин я думал там окно я думаю это место себя исчерпала да то мы тогда фарта не дойдем ну что странник я не добыл твои трофеи что мне дальше делать кто такие я вас не звал идите нам вот мы подошли к первому бункеру ребята уже внутри вален счету так низко то так здесь написано что вход воспрещен не это дача где предлагаю прогуляться посмотреть сойдем может не надо все-таки ребят честно говоря первый раз нахожусь в бункере прикольное эхо такое практически как на заброшке только где-то странное было бы прикольнее особо он был еще очень большой такой чтобы здесь заблудиться можно было туда не пройдем за то вчера затоплены так вода а то мне кажется просто это одна комната какая-то даже ничего нет там пудового там нечести нет а не смотри вон там еще проходы там затопленное помещение ну там прикольно пошли дальше туда в ту сторону пройдем мы приняли план разделение предлагаю сделать промок короче спрячемся сейчас вот здесь мы дожди я заметил что там затоплено в помещение, очень много пауков сверху, просто там целый א их все живые сейчас на臓ул что они легкие кляへ все живые соощная пsellка они легкие Здесь еще окна наверх походят, видел? Я на самом деле надеялся, что сюда кто-то или Рома, или Настя пойдет. Опять затопка будет в помещение. Что, они в другую сторону пошли? Не знаю. Так, а здесь что? Здесь выход, походу, да, на улицу, смотри. Да, там выход вроде. Очень тонкий, проваливаешься. Вот такое, да. Здесь можно обойти. Что это за печка? Жалко, резиновых нет, я сейчас зашел туда. Да, 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 я говорю, там выход на улицу вроде. Мне вот интересно на самом деле, насколько он глубокий, может он вниз еще куда-то уходит, но это вряд ли, конечно. О, смотрите, что это там лежит. Блин. А, это просто доски? Блин, а я думал это эти. Какие-то ботинки, не знаю, стеллаж. Какие ботинки? О, господи. Я думал там ботинки на стеллаже лежат. Здесь, походу, какой-то склад просто был. Такого особо интересного нет. Ладно, пойдемте дальше исследовать. Нифига, такой ключ какой-то. Ну да. Не, я думал на самом деле он меньше, но все равно такое разгуляться есть где. В общем, мы потеряли Евгения и Диму, мы не знаем, что произошло, они зашли в бункер, мы тоже зашли в бункер, а потом мы вышли, а они нет, поэтому мы решили с Настей двигаться дальше. Пойти в другой бункер, да? Да. И... И тут есть бункер. Бинго. Да. Кто-то мне покажет, что это прям, брат, вид нет того, который может уходить. Да, он точно такой же. Слушай, это не просто... А, понятно. Да. Мне кажется, это один бункер, просто здесь выход замурован. Я застрял в текстурах, надо пройти. А, черт, не прогрузился. Ага. О, да, вот тут идут. Ага. О, кстати, провода, смотри, современные. Да, возможно, это писали на камеру. Ну да. Это, мне кажется, какой-то механизм. Ну, типа двери может закрывать. Люди сейчас, наверное, смотрят и просто охреневают от наших познаний. Лнвму 38, не с обед, а мы крепчаем. Опять рубрика «Читаем с Евгением». Батарея ДМБ-84, Лар Леха, Зико, Палдиски, Корж, КМББД-95. Я, наверное, сделаю вот так. Такой же механизм. Ну, это, скорее всего, по типу, как гермодвери, только здесь это не гермодвери. Может, типа дополнительные замки просто какие-то на них. я же не думаю, что здесь это ядерный какой-то бункер. Он не так низко находится. А у нас бомбежек. Ну, чисто от бомбежек, наверное, да. Возможно, здесь живет ведьма. Ведьма? Да, слышуешь глаз? Да. Опа, еще проход здесь очень похожий как там. Там затоплено? Угу. Опять механизм. Что такое? Шеф-кебаб. Какой шеф-кебаб? Ты как тут уже оказался? Я видел все. Да ты за***б. Сейчас, Тему пугаешь? Да. Ну, я немножко опишал, когда увидел. что здесь никого нету, но увидел лестницу БЛЯЙ На ЭКУГЭДА мы нашли замурованый выход Ууууууууууууу, я выложил из себя Чеба Оставайся здесь Я Настя сказал встретиться с обратной стороны круче А она не знает, что здесь сюда проработаешь Сбуки разносят мне посадку Супер слышно там чё там там бункер сталина уверяя так ребят наверно вам только будет видно вот это посмотрим на записи что там находилось ром в то время я ну как иначе снимать то надо первый раз шастал по загрошкам тем не менее по объектам министерства обороны еще не доводилось что у нас здесь дверь даже заведем тут все затоплено просто светим туда а тут ничего ну к сожалению туда мы никому не сможем попасть хоть глубина или большая но тем не менее мы покидаем этот бункер или этот дот нет но это на дот то вряд ли похоже джунг следующей локации я же говорил они здесь есть даже говорил это следы ежей смотрите какой еж под свинок вот такой те надо загасить и принести тому типу которого ты видел в окне понял сделаю отлично такое пока не хочется связываться с министерством обороны заходим следующее помещение сразу по архитектуре видим маленькие холодильнички и идем наверх на какой верх а вот это куда замурованные двери вели наверно а здесь пушка наверно стояла ну и всякие странные личности извиню я тебе не принес говорит о том что мы вот вот проникнем следующее помещение этого форта и сейчас мы попробуем посмотрим что здесь давайте осмотримся покажу так активно должно быть все здесь не знаю что это не могу даже положить что здесь было однако это это форт это форта и 1918 что-то не могу забрать 1938 там уже свет на глазах Так, здесь покапано из-за модулы, она из книг. Интересно, что за модулы? Ну просто у меня телефон, но это совсем не хочется, поэтому я сделаю вот так. Не знаю, видно ли там что-нибудь будет в итоге или не видно, но хорошо. Уходим. Здесь нам не рады. На самом деле было бы прикольнее, если бы вот так вот идешь-идешь по туннелю, типа оттуда. Какая-нибудь саранчана тебя выпрыгивает. Пьяная. О, вот это прикольное какое-то помещение такое, как он и гармоники, и еще эхо здесь такое. Где? А, да, кстати. Понятно. Зонт мы тебя нашли. А это что? А, это кронштейн! Где? А, вот оно, да. Ага. А я вот сюда смотрел, это кронштейн. С ними молли. Это ты. И еще молли. И еще молли. И еще молли. Это пентаграмма из молли. Слышь, не хрена ее тут? Угу. И, видите, призрака? Она, короче, боль. А им здесь кайфово. Здесь, скорее всего, температура не падает, поэтому они сюда на зимовку все прилетели. Спят. А прикинь, короче, вот это все не ржавчина, а кажется... А молли? Да, молли. Насыпанная тут на другое. Мне кажется, она Анастасию потеряла. Увидите призрака, скажите ему, что я молли. Хе-хе-хе-хе. Так, а сейчас мы с вами спустимся вот сюда. Так, ребята, мы не знаем, что они заняты. Мы осмотримся тут. Я их слышу, поэтому мне не особо страшно здесь одной находиться, потому что они буквально где-то в соседних помещениях. Но если бы я была здесь одна... Это глупжука. Я не могу понять, что это ящик какой-то. Что-то одно хранилось в этом ящике. Здесь ничего такого интересного. Вот такой вот футболок. Еще ничего. Эй! О, а я знаю, что это за штука. Да. Эта труба сюда кидаешь гранату, посмотри. Точнее, скорее всего, наверх тебя кидают. Блин. И вот отсюда она выкидывается. На, вот кидаешь туда гранату. Враг думает, что ты кинул гранату в противнику туда в бункер. А ты кинул себе ее под ноги. Да. Ну я видел такую штуку, но там ничего нету, поэтому я не знаю зачем это. Честно говоря, ничего не понял. Ну ладно. Все, ладно. Посмотри. Я думаю, зрители тебя поймут. В общем, какой расклад. Мы сейчас где-то в бункере. И здесь... Шаги. Шаги. Я слышу чьи-то шаги. Слева и справа. Я только справа. Я справа. А нет, оттуда слышу. Давай. Это странно. Что там? Там потомочек и тупик. Он не в эту сторону поворачивается. Да. Что мы за клюбом? Здесь по ходу выход, да, у нас? Смотри, следы сюда вышли и зашли обратно. Похоже на кроссовки зонта. Думаешь? Да. Ладно. О, это печка-крематория. Чего? Кто здесь? Ты чего кидаешься? Вон там не были вроде, ребят. Сейчас попробуем разузнать, что в этом крыле. По всей видимости, здесь выход. А здесь подвал. Кстати, достаточно современная лампочка. Не успешная заржаветься. Да, современная лампочка. Ты где женщину потерял? Я-то откуда знаю. А вот отсюда и выход. Насть! Где-то там в глубине, наверное. Сейчас полная тишина. Очень подозрительно. У меня такое впечатление, что меня решили пранкануть. Серьезно. Вот сейчас кто-нибудь из зуба выскочит. Какой-нибудь роман. Безумный. У меня тут сердечный приступ случится. Так. Что у нас тут? Очень-очень далеко выскочит. Но мне все равно интересно. Поэтому я все-таки, наверное, зайду. А, тут то же самое. Слушайте, что у меня в прошлом? Такой же потолок. Я не спил. Такой вот. Как это выглядело? Как будто, знаете, я, на самом деле, стою над водой. Кажется, что так и есть. Давайте искать, ребята. А то, что у меня уже... Мне очень страшно ходить. Огнем. Так, это опять печка-крематория. Ну что, как она? Призраков не встретила? Нет. Почему? Ну вот, к сожалению. Пока не довелось. Знаешь, почему? Потому что у нас много. Скорее всего, они просто боятся нас. Да, им страшно. Особенно зонта. Немножко не так страшно. Так, если бы, например, это не было. Да нет, честно говоря. Здесь такое помещение, знаешь, но оно... Но, я хочу сказать одно. Если бы мы здесь были днем, то это было бы совсем не страшно. Ну да. Поэтому я и стараюсь ездить по заброшкам именно ночью. Однако разумно. Ага, нет. А это что ли? Разумно. То есть снаряды, что ли, были? А, сюда привязывали проявившихся. Очень покорник. Да. Серьезно? Ага, конечно. А как их привязывали? То есть ты такой... Да, 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 да. Сейчас на жопу шоу. Я провинился. Сюда вот так вот ляхами. Я понял. Это для длинных, а это для манек. И кидают в тебя... Зон, давай. Сюда. Садись, садись. Ха-ха-ха-ха. Да нет, держать для каких-нибудь бочек. Не знаю. Что это такое. Там выйдет. Мы здесь собачки. Я боюсь. Зон, ты бросил затею снимать, да? Пытаться? Да. У меня... Память освобождает. Не понимаю. Короче, только я и ты. Ну ладно. Так, ну что же. Идем дальше. В поисках еще одного бункера. Да. А, да. Мы здесь были. Отсюда вышел бомж, потоптался и ушел. Мы смотрели на этот фильм. Да. Только это не бомж, это зон был. Не, я здесь не выходил. А где ты выходил? Здесь я точно. Я сверху был. Ну, кстати, это и не Настя. У нее другие платформы. И не я. И не я? Как бы не факт, что это мы, потому что там... Ну-ка. Что это? Да, это не твоя платформа. Нет, самый прикол, знаете, в чем? Что я когда там был, я поднимался наверх, там уже были следы чьи-то. То есть сегодня там кто-то точно был. Ну, может быть, конечно. Ну, днем, скорее всего. Мы подошли к нашей крайней точке. Скажу честно, строение монументальное. Прямо сходу я не смогу сказать, что это. Но выглядит это масштабно. Наверное, как сказал бы Рома, что здесь обитают ежи. Сейчас мы это проверим. Мистер Ёж, ты здесь? Фри... Руси. Не понял. О! Воняет сыростью. Опа-на. Вот это я, конечно, круто зашел сюда. Что это такое? Так сказать, с лету... Нифига себе, она здоровенная! Это ж сколько она там весит-то? Офигеть, как ее сюда положили, ребят. Главное, что это? Вот это бы прикольдес был бы, если бы она просто упала еще на меня. О! Так, давайте с этой стороны посмотрим. Ааа, я, кажется, знаю. Или нет? Может, это какой-то... Поправьте, если ошибаюсь, но мне кажется, что это какой-то водорезервуар. Может, там вода хранилась? Блин, ну это, конечно, тема стоит так очень интересная. Как мне подсказывает чутье, да, здесь есть еще один этаж. Всякие комурки, комурочки. Конечно, может быть интересно было бы здесь записать серию другого мира. Как вы на это... Как вы на это что думаете? Стоит ли мне приехать в этот бункер и попробовать в одиночку заночевать здесь? Провести какие-то эксперименты? Потому что, на самом деле, ну вот это здание, строение, мне нравится. Я, правда, не знаю еще ни одной легенды про него. Может быть, оно, конечно, просто как военный объект и мистикой, собственно, никакой не обладает. Ну, я посмотрю информацию, попробую изучить этот вопрос. Потому что помещений здесь достаточно много. И в одиночку, скорее всего, будет, может как-то более интересно. Сейчас мы наверх поднимемся. Как я и думал. Хабар принес. Извини, нет. Есть только зонт, он внизу. Так, там еще лестница. Точнее, не лестница, а просто проход. Там выход на крышу. На крышу? Да. Туда надо подсаживать. Ну, давай, что? Отсюда встаешь мне правой ногой на плечо. Щас. Сейчас. Смотри, наверно получится. Ну что, старые и господа, мы решили для вас тоже немножко снять. Сейчас мы подошли к еще одному строению. Это командно дальномерный. Сейчас мы пойдем внутрь и посмотрим, что там. Пойдем следом за ребятами. Очень интересно. Тут уже какие-то... Какая-то наскальная роспись. Замечательная. Куда мы пойдем? Да. Тут есть несколько... Сейчас мы возьмем. Что здесь? Помещение. Давай. Давайте попробуем, посмотрим. Она очень маленькая. Здесь что-то открыто, что там есть. Какие-то крюльки. Около стенок. Кудры. Ну, это только можно гадать. Я не специалистка. Я не знаю, что такое. Да. Ну, конечно, здесь терапевают что-то мистическое. Тоже помещение. Так. Какое-то похожее на печку. Угу. Ну, кто-то даже... А если мы... А если мы... Сейчас выйдем... Что-то может... Выйдем. У нас слева. Лестница на второй этаж. Угу. Ну что, а мы сразу только поднимемся на второй этаж? Да. Ребята, похоже, пошли вглубь. Угу. А мы с тобой пойдем наверх. Ой, здесь была лестница, ее уже нет. Да-да-да-да. Здесь, конечно, нет. Ух ты. Что-то всякого интересного. Вообще-то, если честно, похоже на какую-то, типа, раздевалку или что-то. Слишком много крюков каких-то, видишь? Не знаю. Может они, конечно, для чего-то подназначены. Здесь ничего. Сейчас посмотрю. Ух ты. Такое же, да? Ничего супер интересного тоже для нас нет. Идем выше. Так. Тут у нас куча бутылок, конечно же. Опять какие-то крюки. Немножко смысл, ребята. Где-то интересно, где-то. Они там, вроде как, наверху. Они наверху. Блин. Блин. За что? Просто взял, блин. Молодец, конечно. Привет. Сюда лучше даже не подниматься. Там еще хуже. Там почти нет лестницы. Класс. Не-не-не. Я, пожалуй, здесь останусь. Вас подожду. Даже особо не претендую, честно говоря. Вы идите там разведывайте в сложных местах. А девочка останется, пожалуй, да и следует здесь. Куда идти? Туда. Собственно, собственно. Вот это, походу, сам основной дот. Что, тебя поднимать, Ром? Сейчас, погоди, снежок этого баллета скину. Да, это тоже понятно. Вон там ручка, Ром, на стене. Здесь, конечно, такой же выход на крышу, честно говоря. Если падать, то падать высоко. А ты ничего не забыл? А? Ничего не забыл. А? Ты пропанай? Ну, а хер с ним. Там луна такая. В дымке. В дымке? Да. А что это здесь деревья такое? Не, ну по сути, по сути, конечно, сейчас. Почему он сюда? Ура, я дождалась. Первый пошел. Ой-ой-ой. Зонт возвращается. Здесь одна ненадежная. Так, осторожно. Ага, а здесь уже не на что так опереться. О, молодцом. Здесь нормально, а вот чтобы выше подняться, там очень плохо цепляться, не за что. Да, то есть здесь еще вот это нормальная история, да? Вот то, что мне, ну, кстати, она с меня ростом, да, начинается там, где заканчивается моя голова, собственно. Она же немножко психового нежения собирался подняться наверх без строговки. Но резко передумал, потому что сверху лед, и там не за что вообще цепляться. Удивительно. Вот на самом деле, кто бы мог подумать, что Женя даст заднюю. Но сверху, там землянка наверняка, вид очень красивый, скорее всего. Но это только днем. Кем бы ты был из черепашек ниндзя? Донателло. Но нет, ты сплинтер. Нет, ты. Ой, нифига, там лестница такая. А, мы же отсюда и пришли. Путник оправился, тут одна шатается. Угу. Я с него иду. А вы... Да все, прыгай, здесь все. Нормально? Да. А вы там по лестнице поднимались или как? В какой лестнице? Или нет? Как вы принимались туда? Куда? Туда. Ну, вверху оказались. По стене. Или вот здесь проходили? Где вот здесь? Ну вот мы туда поднялись. А, то есть вы по этой лестнице? Я подумал, вы в другое помещение пошли. Пойдем посмотрим. Мы же не везде были. Давай, ты первый. А, здесь? А были? Нет. Ну залезь, посмотри. Зон, ты электрик же по профессии? И монтажник. Ну вот твоя работа. Надо сюда идти, вернуться и на крышу нормально забрать. Ты че? Ты че делаешь? Он электрик. Путник, куда ты пошел? Щас сделай там электричество. Он щас сделает камбэк, по-моему, вниз. Да, осторожно, пожалуйста. А вот здесь, я не знаю, за что... Че, Дим, дауншифтинг? Че там? Поведай. Ну что, какое-то помещение? Большое? Нет, вроде. А проходы есть? Что-то мне немножко стремновато, если честно. Давай, блин. Рома! Смотри, зонт, справа от тебя есть вот этот карниз. Может на него наступить. А высоко нужно ногу потянуть. На руках потянуть. О, да-да-да, красавчик. Зонт, там большое помещение? Не, не большое, а вот открыто. Ааа. Ну ладно, мы ушли тогда. Давай, пока. Пока. В лучших традициях топ-гир. Ой, ну она же не топ-гир. Это туалет? Ребят, я туалет нашел. Опять? Да, смотри. Что это такое? Вот. Это туалет. Это кисящий домик. Чего? Это кисящий домик. Залезай. Здрасте. Зонт, ты живой? Да. Что-то не старчили. А что-то наверху. Вот. Вот сюда, смотри, прикольно. Вот так и делаешь шах. Короче. Не, прикольнее падать было оттуда сюда. Ну да. Ну все, нас опять кидают, Зонт. Ага. Я тебя подожду. Пускай они идут куда угодно. Ой. Слушайте, да. Так давно такими странными лазинями занимался. У меня аж ноги подкашиваются. Лази. На самом деле. Полази, полази. Вот это адреналин, если честно, немножко я поймал. Евген, ты просто заражаешь всех безграмотностью. Всех окружающих. Вот и все. Вот и весь секрет. Ого. Ого. Что? Что? Где? Ух ты. Вот эта штука держится. Посмотри на него. На кирпичах. Вон со всех сторон. Вон смотри. Ооо. Только это выглядит супер ненадежно. Вот это выглядит супер ненадежно. Это абонитовая палочка. Нет, это очень похоже на графит. Ага. Графитовые стержни. Мы все-таки в ядерной шахте. Да, ну нет, вряд ли. На такие случаи нам нужен до зимы. Ну да. Нет, это просто выразительный пункт вычислить. Да, только вот это графит. Может сейчас облучаем что-то стоит. Да. Да. Давайте-ка это вычислить. А Рома это в руку взял. Да, обязательно да. Типа ядерных отходов здесь в любом случае не было бы. Это правда. А вот здесь что? Ой чё ты? Что quasi не порвал? Ха-ха. А, вот эта дырка. А вы ее видели? Или нет? О, ни хрена. Ни хрена. О, она закрыта что-же? Ну да по-видиму. Офигеть. Прикинь туда провалиться. Вообще-то. Ой, бл. Ой, здесь вот... Смотри. колодец спасибо всем кто досмотрел этот ролик до конца надеюсь он вам понравился с вами был я евгений бабанов моя девушка анастасия роман дюжев и конечно же зонт